Большой привет! Меня зовут Юля и я рад видеть вас на своем канале. У нас сегодня с вами будет долгое видео о пустых баночках. У меня их достаточно много накопилось. Хочется уже от них избавиться и поэтому снимаю для вас это видео. Всем, кому интересны видеоролики на такую тематику, приглашаю вас к просмотру и поехали! Я попробовала вот такой крем от Ифраше Serum Digital в объеме 1 мл. Хватило один раз, чтобы попробовать. Очень понравился. Легкий, приятно пахнет, хорошо увлажняет кожу. В общем, понравился такой крем. Далее я маску закончила от Комплимент. Мне хватило на 2 раза объем 7 мл с гиалуроновой кислотой. Присылала мне Танюшка, моя подруга, эту маску. Мне она понравилась. У меня кожа ее практически всю впитывала. Это кремовая такая маска. Она наносится толстым слоем на лицо и потом вы ждете какое-то время и смываете остатки водой, либо промакиваете бумажной салфеткой. Большую часть этой маски у меня впитывалась в кожу и остатки я смывала водой. Кожа очень мягкая и я потом не наносила никакой крем на нее. Далее двухразовая маска-пленка от Skinlight. Вторую часть я, по-моему, выбросила. Эта маска была с маслом чайного дерева, глубокое очищение и антибактериальный эффект. Хорошая маска-пленка, но долго очень ждать, пока она именно сделается пленкой. Я ее когда отрывала, спустя, по-моему, 40 минут были некоторые участки, которые так и не сделались вот этой пленочкой и пришлось просто смывать водой. А так маска очень хорошая и мне понравилось состояние кожи после нее. Маска вокруг глаз это были патчи от компании Гетто. В общем, здесь была одна пара. Гипоаллергена дерматически протестирована, молодость кожи. Мне такие маски очень нравятся делать под глазки, когда я делала макияж. Далее у меня закончился вот такой крем от Филорга, 15 мл, Time Filler. Этот крем я использовала на ночь, мне безумно понравилось, как он действует. Это не бюджетный абсолютно продукт и он действует на кожу очень хорошо, произведен во Франции. С удовольствием бы пользовалась полноразмерной версией в 50 мл. Очень понравился. Далее закончился очередной CC крем от, хотел сказать, от Reflame от Faberlic. Вербена 30 мл. Обожаю этот крем, периодически его заказываю. Он не перекрывает абсолютно ничего, никакие высыпания, никакие покраснения, прыщики. Ничего не перекрывает. Он имеет легкую текстуру, он скрывает поры, он делает более ровным цвет лица и все. Если у вас нормальная кожа, если у вас нет каких-то недостатков, которые нужно перекрывать, то этот крем вам очень понравится. Я с удовольствием его еще раз повторю. Имеет SPF 10, так что обязательно его закажу. Выбрасываю вот такой крем от Clearvin. Я его уже кинула в баночки, в пустые, по-моему, в конце ноября. Еще он тут остался. Здесь объем 25 мл. Я его практически использовала. Я надеялась все-таки, что он мне что-то отбелит. Какие-то пигментные пятна и веснушки. Но чудо не произошло. Произошел обратный эффект. Этот крем мне вызвал просто жуткие прыщи. Я долго-долго лечила после него свою кожу. Поэтому я никому его не советую. Очень ужасный просто крем. У меня кожа в таком состоянии уже, я не помню, когда. С подросткового возраста, наверное, не была. Как после вот этого крема. То есть это все еще накапливалось. Он забил все поры напрочь. В общем, я им пользовалась достаточно долгое время, чтобы понять, что это просто ужас ужасный. Далее закончился крем для кожи вокруг глаз в объеме 20 мл от Новосвит. Это гиалуроновый крем-филлер для кожи вокруг глаз. Заполняет морщины, восполняет потерю влаги, придает сияние и свежесть. Гиалуроновая кислота и коллаген. Очень мне понравился этот крем. Спасибо Маше Курбатовой, что когда-то она в своих видео посоветовала этот крем. Я его с удовольствием купила. И сейчас я уже начала второй, точно такой же. И буду продолжать его, я думаю, что покупать. Он имеет легкую текстуру. Он делает веки какими-то бархатистыми. Я им просто вот с огромным удовольствием пользуюсь. И всем советую. Стоит он менее чем 100 рублей. И мне хватает на 2 месяца. Вот такого тюбика в 20 мл. Советую очень. Присмотритесь. Также от Новосвит у меня закончился гиалуроновый гель для умывания в объеме 150 мл. Сейчас он стоит более 100 рублей. Я его покупала еще рублей, наверное, за 90. Очень тоже мне понравился этот гель. Я его неоднократно уже повторяла. И вот очередной у меня закончился. Он без парабенов. Гиалуроновая кислота и коллаген. Очищение и увлажнение. Он мягкий, он очень жидкий, он хорошо очищает кожу. В общем, он неэкономично расходуется. Но и цена у него недорогая. Я думаю, что я его повторю еще. Мне он тоже очень понравился. Тоже присмотритесь, советую. По крайней мере, попробуйте. Я думаю, что он вам тоже понравится. Как бюджетный продукт, очень стоящая вещь. Еще от Новосвита у меня закончилась. Вот такая большая бутылка мицеллярной воды, 460 мл. Мне очень понравилась эта мицеллярка. Вообще, фирмой Новосвит я очень довольна. Много будет слова «очень». Я извиняюсь за это. Но никак я не могу по-другому сказать. Это мицеллярная вода. Хорошо смывает макияж. У меня она не вызвала чувства раздражения, жжения, какого-то щипания. В общем, все отлично смывает и макияж с лица, и с глаз. В общем, у меня сейчас такая же. И уже я ей с удовольствием пользуюсь. И еще я думаю, что повторю неоднократно. Бюджетная в районе 150 рублей стоит вот такая почти полулитровая бутылка. Тоже очень советую. Хорошая мицеллярная вода. Я знаю, что некоторым она не подходит. То есть, она некоторым не смывает почему-то макияж. Но вот у меня все отлично. Буду повторять. Закончился гель для умывания от компании Черный Жемчуг. Это был для нормальной и комбинированной кожи. Очищение и уход матирует. Глубоко очищает без сухости. Что матирует? Это да, объем 120 миллилитров. Стоит в районе тоже 150 рублей. Я его покупала. Тоже неоднократно повторяла этот гель. Он густой. Он хорошо пенится. Он отлично смывает макияж. Он имеет такую странную одушку. Сначала она меня отталкивала. Потом я к ней привыкла. Хороший гель. Я думаю, что тоже его буду повторять. Тоже вам советую. От Гарнии закончился гель скраб маска. В миниатюрке 50 миллилитров. Но мне хватило достаточно надолго. Использовала я как маску на Т-зону. Это всеми известное средство, которое рекламирует Егор Крид. Мне она тоже нравилась. И отлично мотировала кожу. Сужала поры. В общем, супер вещи. Тоже думаю, что закажу себе в большом формате. В большом формате стоит, по-моему, 350-330 рублей. Вот как-то так. Хорошая. Тоже очень советую. Особенно для комбинированной и жирной кожи. Закончилась имбирная вода. Это гидролат от Олеси Мустаевой. В темном стекле. 50 миллилитров. Мне безумно нравится эта имбирная вода. У меня сейчас такая же новая. И я ее уже пользуюсь. У этой водички очень мелкое распыление. Распыляет очень приятно на кожу. Не такими крупными брызгами, а именно мелкой такой вуалью. Советую. Безумно понравилось. Обожаю гидролаты. У меня забыла сюда, кстати, поставить. У меня закончился гидролат Алоин. Там еще совсем на дне. От мастерской Лавровых. Тоже классный продукт. Вообще, любой гидролат я очень люблю. Вместо тоника использовать, орошать именно лицо, шею, декольте после душа. Классные-классные вещи. Вот такой маленький шампунь в объеме 50 миллилитров. Закончился у меня от Натуры Сиберика. Мне присылала Олеся целый набор из четырех средств. Вот у меня они уже почти все закончились. Но там еще в других есть. А этот закончился первым. Хороший шампунь с эффектом ламинирования утяжеляет волосы. Делает их более такими уплотненными, более блестящими. Но он не ожирнит волосы. То есть, мне нужно мыть их гораздо чаще. На два раза мне хватило этого шампуня. С удовольствием я им попользовалась. Закончился шампунь от Эйвен. Мгновенное восстановление 7. Я им мыла не корни волос, так как он очень тоже после него жирнились быстро волосы. А только длину. Вот для длины, для сухих волос. Очень его советую. Особенно для блондированных волос, для сухих, таких жженых. Хорошо подойдет. И он стоит достаточно бюджетно. Хороший. Шампунь от РТ-Эйдж. Для объема тоже у меня закончился. 250 миллилитров. Он был прозрачный, гелевый. Неплохо пенился. Но не могу сказать, что прям вау пенился. Он без силиконов. Хороший, в принципе, такой без силиконовый шампунь. С удовольствием им пользовалась. Тоже ничего негативного о нем не могу сказать. У меня от него хорошие остались впечатления. Хорошо промывались волосы. Ну, что еще от шампуня, в принципе, нужно. Не разочаровалась. Гель для душа моего мужа. Эйвен Сенса с 250 миллилитров. Тропики, папайя и персик. Тут еще осталось. Ну, в общем-то, можно сказать, что там его и нет. Очень густой. Безумно приятно, вкусно пахнет мультифруктовым соком. Очень советую. Хороший гель. Но мужу моему сейчас тоже сушил кожу. Мне, в принципе, нет. У меня тоже такой был. Но муж сказал, что кожу сушит. На себе я такого не замечала. У него более кожа такая склонная к сухости, наверное. У меня закончился гель для душа от Леапетит Марселье. Белый персик и нектарин. Я его еле допользовала. На самом деле объем 250 миллилитров. Насколько неприятный у него запах тошнотворного. Такого, я даже не знаю, не персика, а чего-то такого химозного. В общем, отдушка мне очень не понравилась. Особенно, как она раскрывается в душе. Вот меня даже немного подташнило от этого аромата. Он гелевый, прозрачный. Не сушил кожу. Но вот от отдушки у меня неприятные впечатления. Поэтому больше ни за что такое именно не повторю. С ванилью очень даже нравился. Но вот этот просто бяка. Жидкость без ацетона для снятия лака. Дамский пальчик. Постоянно их покупаю. У меня сейчас большая жидкость из Fixed Price. Тоже очень нравится. Live L. По-моему, называется как-то так. А вот эти жидкости, они стоят 30, по-моему, с копейками рублей. Отлично снимает лак, подсушивает ногти. Но ничего критичного. Часто-часто покупаю. Для волос от Avon закончился лосьон-спрей для волос. Контроль гладкости. Когда мне хочется, чтобы волосы были гладкими, я всегда использовала вот этот лосьон. У меня вторая, по-моему, такая бутылочка. Очень мне он нравился. Сейчас цена у этих лосьончиков-спреев в два раза дороже, чем я когда-то заказывала. Но думаю, что повторю, мне очень нравился, как действует на волосы. Как эффект ламинирования. И он сохраняется, даже если вы попадете в какую-то влажную погоду. Если туман и влажность воздуха, то волосы все равно будут гладкими. Они не начинают закручиваться, виться. Мне очень нравилось это средство. Закончился лак для волос. Финесс. Это достаточно дорогой был лак. Хотя он такой маленький. Не знаю, сколько здесь объем. 80 мл. Хорошо фиксировал волосы. Пользовалась долго. Пользовалась в очень редких случаях. Я вообще не использую лак для волос ежедневно. И вообще как-то часто пользуюсь. Очень редко. Мне вот такого на год хватает. Если для каких-то редких случаев зафиксировать именно локоны. Ну вот, в принципе, он с этим справлялся. Очень тоже понравился. Забыла показать то, что относится к теме волос. Сульсеновая паста от фирмы Мирола. Это маска для волос. Для профилактики перхоти. Эта маска была у моего мужа. Он тоже с удовольствием пользовался. 75 мл. Помогает против перхоти. У моего мужа 100%. Тоже присмотритесь. Стоит бюджетно в районе менее чем 100 рублей. Вот такая, правда, маленькая. Но хорошая вещь. Действительно помогает, работает. И у мужа еще закончился крем для рук. От Олеси Мустаевой. Защитный крем для рук. 45 мл. Он был без одушки. Это очень для меня, например, приятно. Я не люблю вообще... Ну, я люблю средства без отдушек. Очень их уважаю. И этот крем был очень густой, питательный. И мужу моему безумно он нравился. Тоже могу его 100% советовать. Очередная крем-хна, который я крашу бровью. У меня закончилось. Здесь два пакетика... Нет, я не оставила эти пакетики внутри. Хотела вам показать. Там два пакетика. Уже готовая крем-хна. Наливается немного в стеклянную, например, какую-то тару. И я потом крашу кисточкой для бровей. Держу полчаса. И бровки выглядят очень хорошо. У меня оттенок графит. И я смешиваю его еще с коричневым оттенком. Тоже очень классный. Вот такая вот краска закончилась у моей мамы. В оттенке CL12. Ледяной блонд. Холодный металлик обещает. На самом деле делает желтые корни. В общем, никакого металлика. Именно такой цеплячий какой-то цвет. Не прокрашивает седину. Эту краску не советую. Нам она очень не понравилась. Вообще прям бяка. У меня закончились четыре вот таких вот упаковки краски от VEL. В оттенке 4.0 темный шоколад. На волосах у моих сейчас этот оттенок. Месяц назад я красила волосы этой краской. Я сначала купила три упаковки краски. Мне не хватило. Мне пришлось покупать еще одну. Краска не могу сказать, что очень дорогая. Но не могу сказать, что копеечная. В общем, чтобы покраситься, мне достаточно много надо было. Здесь в одной упаковке 100 мл краски. Мне, получается, нужно было 400 мл на всю длину волос. Краска очень хорошая. Волосы были после нее мягкие, такие шелковистые, не сожженные абсолютно. Здесь 6% оксидант, что мне было и необходимо. И оттенок долго держится. Но он долго смывается. То есть, мне кажется, даже сейчас, когда я мою волосы, все равно смывается краска немного. И оттенок становится светлее. У меня уже отросли корни прилично. Но у меня практически такой натуральный свой цвет волос. Немного посветлее. И сильно в глаза не бросается. Поэтому я довольна, что покрасилась именно ей. Остались у меня зубные пасты и гель для стирки от компании Synergetic. Который мне очень понравился. Я стирала им детские вещи. Здесь 1 литр. Он очень густой. Его нужно минимальный просто расход. Он очень приятно пахнет. Вещи не теряют форму, не теряют цвет. То есть, просто отличный гель для стирки. Очень советую его всем. Мне безумно понравилось это эко-средство. С удовольствием им просто пользовалось. Вещи как новые. После стирки. Вот именно детские, школьные вещи сына. Просто супер. И гора зубных паст. Осталась миниатюрка от Blendamed Pro Expert. Здесь не знаю, сколько грамм. Наверное, 20. Нет, 15 мл. Профессиональная защита сделана в Германии. Свежая мята. Хорошая паста. По-моему, голубая она была. Вот такая вот голубенькая эта паста была. Она не сильно освежающая. Но зубы были гладкие и чистые после этой пасты. У мужа и сына, так как они вместе пользуются одной пастой, я пользуюсь оббеливающей все время. А они пользуются одной. Была у них вот эта паста от Splat. Lavanda Sept она называется. В общем, 100 мл. Паста фиолетовая. Очень нравилась. Такая красивая была паста. Пахнет очень свежо. И лавандой, и мятой. В общем, у меня сын был просто в восторге от этой пасты. Обязательно еще мы купим ее. Далее, также у мужа и сына закончилась паста тоже от Splat Active. Это паста темного цвета. Вот такая. В общем, коричневая. Пахнет уже такой свежей мятой. И тоже нравилась и мужу, и сыну. Но вот цвет ее меня все время смущало. Далее у меня закончилась паста Colgate профессиональное отбеливание. Здесь, по-моему, 100 тоже миллилитров было. В общем, паста была тоже голубая, гелевая. Не знаю, выдавлю. С белыми такими какими-то вкраплениями. Паста мне нравилась. Хорошо очищала зубки. Тоже были гладкие, свежее дыхание. В общем, паста тоже мне такая нравилась. Не знаю, стоит она 100 с чем-то рублей, по-моему. И вот такая паста, блин, Дамет 3D White Luxe тоже у меня закончилась. Она, по-моему, белая была, да. Белая, почти гелевая. Свежий аромат. Я уже не помню. У меня уже лежат не знаю сколько. Ну, недели 2-3 точно в пустых баночках. Эта паста более 200 рублей стоит. Но не могу сказать, что сильно прям по действию отличается вот от этой пасты. Тоже мне нравилась. 75 миллилитров. Ну, больше вот эту я точно не повторю. Какое-то ощущение соды было во рту. Поэтому, наверное, эту пасту точно больше не повторю. Это были все мои пустые баночки, которые закончились. Я надеюсь, что это видео для вас было интересно в первую очередь. Что вы о какой-то продукции, косметике узнали что-то новенькое для себя. Может быть, что-то вам тоже захотелось приобрести после этого видео. Я надеюсь, что вам было со мной интересно. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока. До скорых встреч в новых видеороликах. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Всем пока.